Итак, политика. Сегодня американский президент Джо Байден снова пожал руку несуществующему оппоненту, а днем ранее упал с трапа своего собственного самолета. Что это? Прогрессирующий аутизм или просто Джо Байден выжил из ума? Размышляет аналитик и политолог Борис Обамов. Для начала разберемся, что такое вообще американская нация. Это же просто люди, знаете, изгои, самый сброд, кто туда приехал из разных стран, и это образовалось США, понимаете, из отходов, можно так сказать, людского контингента. Черные гетто, негры, наркомания, проституция, жильные америкосы, просто напичканные фастфудом, без мозгов. Что вы хотите? И вот и выбирают вам. То негра вообще какого-то, то здесь вообще дед престарелый, который уже одной ногой в могиле. Новости Автомира. Большая тройка из Германии доживают последние свои дни существования. Китайский автопром уже давно обогнал Мерседес, Ауди и БФВ. Кому теперь нужны эти немецкие неодавтомобили, когда Китай предлагает автомобили надежней, дешевле и премиальней? Разбирался наш автомобильный эксперт Роман Ховалов. На выставке не так давно, в этом Нюрнберге где-то, и значит новые смотрел эти BMW, Audi всякие. Ну, ребят, ну там просто, во-первых, ценный какой-то космос, а во-вторых, ну оснащение. Вот, и в любом Хавале, даже в самом простом, там 3, бывает 4 дисплея и размер дисплея, понимаете? А в Audi маленький какой-то дисплей, чуть в некоторых моделях вообще его нет. А вот резина, я видел, вот X5, вот эти BMW большие, вот эти, они 380 размер резины, они стоят одни колеса около 10 тысяч евро. Зачем это нужно? Понимаете, на Ховал поставил 205-ю резину, все ездит, я не понимаю. Во всех Хавалах есть люк, понимаете, люк, панорамная крыша и отделка салона богатой кожей, понимаете, перфорированной. А, на Audi поедешь? На, включи. Новости науки. В Индии научились производить нано-втулки для космических аппаратов. При толщине всего в несколько микрон, эти изделия способны выдержать огромные перепады температуры и перегрузки. Что даст миру этой технологии? Ставит ли реальные путешествия и отдых на Марсе в ближайшие 5 лет? Разбирался наш космический эксперт Максим Илонский. Ну, здесь мы видим в Индии, конечно, очень высокие технологии. Просто я был в Японии, и даже там этих нано-втулок, нано-трубок, нет технологий еще даже у японцев их делать. Вот, Индия, конечно, Индия, Пакистан очень сильно шагнули. И да, да, я думаю, ну, если не в ближайшие 3-5 лет, возможно, 7-10 лет, вот такой прогноз. Я думаю, что Индия будет уже создавать такие корабли до Марса, и будет все это летать. Будет туда турист уже не в Турцию, Египет, знаете, ездить, а вот прямо на Марс. Будет такой вот all-inclusive тоже. Ну, а к этому часу это все новости. Следующий выпуск новостей вечерний после программы «Спокойной ночи, малыши».